Субтитры делал DimaTorzok Для становления полноценным специалистом Самое главное, чтобы у вас хватало лексики и кругозора То есть наша основная задача при построении карьеры Потихонечку расширять наш кругозор Не то, что все надо попробовать Все везде надо руками постучать Мы хотя бы должны понимать, зачем Давайте вот как порастуждаем У нас есть основная задача Сделать какой-то продукт, приложение, софт Не знаю, просто бота Программу, которая приносит пользу Или автоматизирует какой-то процесс Так вот, как ее делать? Да, мы можем выучить какой-то язык Сказать JavaScript лучше всех Там Kotlin, вау, Python Но что делать, если нам приходит задача С которой мы никогда не сталкивались Опять решать ее Python Может все решать Python Может мобильные приложения на Python Писать Ну то есть чем шире наш кругозор Тем больше у нас инструментов Чем больше у нас инструментов Тем легче мы можем решить И более креативно нашу задачу Я подскажу пару советов Которые мне помогали Когда я только-только вот влетал в IT Ходил по собеседованиям Ходил на конференции Общаться с ребятами Заводил какие-то знакомства Что работало для меня Не факт, что будет работать для вас Но я решил все-таки этим поделиться Вот Погнали Смотрите, один из интересных сайтов Ну так как я все-таки фронтендом занимаюсь Поэтому будет больше фронтенда Один из интересных сайтов Который мне нравится Он называется Best of Jazz Я периодически сюда захожу Когда Ну во-первых скучно Бывает же скучно Сидишь на работе Такой думаешь Надо что-нибудь новенькое посмотреть И вот Классный сайт Он просто напрямую С гитом Как-то там заинтегрирован И можно смотреть Вау Так Что мы знаем по названиям Hyper Что это? Бум Смотрим Та-та-тан Столько так атрибьюторов Бла-бла-бла Смотрим описание И вот в таком стиле Я пробегаюсь Например Н страниц Этой всей штучки И смотрю Какие-нибудь новые библиотечки Возможно Возможно Я смогу найти Что-то новое Или что-то гениальное Ну потому что Ну во-первых Нельзя сказать Что я один раз Научился Айтишечки И все И на этом все Вот мы шторы повесили Я сеньор помидор Сто лет буду Сеньором помидором Нет Для того чтобы Двигаться куда-то вперед Надо постоянно Расширять кругозор То есть Это не та профессия Где Ну как бухгалтер Да Вы изучили бухгалтерский учет Там не знаю Программу какую-то Для бухгалтеров Или в кассе Вы научились вот так вот Брать что-то Пикать И ложить дальше И все И больше Вам не надо учиться Нет Айти это не про это В айти надо постоянно Немножко бежать Даже если ты Вырос Обогнал всех Так надо бежать Тоже оглядываясь назад Что там тоже бегут ребята И готовые забрать У тебя последний хлеб Так вот Поэтому надо Посматривать хотя бы Библиотеки И что мы видим Мы видим какую-то библиотеку Которая говорит Подключи сюда Накрути вот тут И можешь использовать Классные штучки Ну такие как Анимацию Мы можем зайти На официальный сайт И посмотреть Как красиво Летают буковки Давай-ка Посмотрим Что у нас тут есть Давай-ка Удиви нас Уиу Крылый рута Оп-оп-оп-оп-оп Видите Оно еще типа Летит на нас Типа 3D Прикольно Да То есть возможно В какой-нибудь проектик Мы бы могли Это вкрутить И вот так Мы можем пройтись Пробежаться И Быть более-менее Постоянно в тренде Да То есть мы Как минимум Можем говорить О тех же библиотеках О которых Все говорят Или Не все Но ребята Которые такие Вау Я на хайпе Я хипстер Я там Гик Я это все знаю Вы можете с ними Поддерживать диалог И Это позволяет Учиться Но Что еще Может помочь Вам Быть немножко Так В тренде То есть Есть популярный сайт Называется Technology Radar Я про него уже По-моему Пару раз говорил В видео Но на всякий случай Еще раз Проговорюсь Тут есть Четыре ветки Техники Инструменты Платформы Языки Вот Мы можем зайти В любую И что мы видим Здесь есть Какие-то описания Ну Грубо говоря Технологии Которые еще Рассматриваются Короче Чем ближе к центру Тем круче Вот Мы видим Что у нас Dependency Drift Fitness Function 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 Ладно Не буду вырезать Вот Короче Неважно Есть некие Dependency И мы можем Почитать Что это такое Вот У нас тут есть История Этого появления Есть некоторые Ссылочки Мы можем Перейти И изучить То есть Да Мы можем Дополнительно Погуглить Найти какой-нибудь Например Видеоурок По какой-то Технологиям Также может быть С инструментами Да Что-нибудь Слышали Про Airflow Я не слышал Но почему бы Не узнать И вот так Вот мы идем Потихонечку Читаем Изучаем Да То есть У всего Есть какие-то Ссылочки И Опять же Зачем мы это делаем Расширяем Лексику Расширяем Термины Чтобы быть в тренде Надо делать Маленькие упражнения По сути Это Как Образ Ну такой Образ жизни Некие Arrows Что это Какой-то Какая-то Какая-то Либо На котлине Круто Да Можем опять Пойти Изучить И погрузиться В нее И таким образом Мы можем Достаточно быстро Учиться Но Ладно У нас есть Вот этот Технология Радар Да И не поверите Даже менеджеры Сюда заходят Раз В квартал Раз полгода Посматривают Чего же нового Появилось И Прочитывают Освежают В памяти Знания Есть еще Интересный проект Ну как бы Я там Принимаю участие Поэтому Рекламная вставка Рекламная интеграция Осторожно реклама Вот Есть канал Про конф Про конференции Ребята собираются Обсуждают Различные конференции Но Идея в чем Во-первых Вы можете послушать Это как подкаст Включить на фоне Ходить слушать Заниматься своими делами И обогащать свое знание Своё понимание Различными Лексическими штучками Лексикой Если вы хотите Или вам в выпуске Стало что-то интересно Какая-то тема Вы можете Перейти сюда Вот смотрите В описании И тут есть ссылочки На доклады Которые ребята обсуждали Которые они посмотрели И так В каждом выпуске В целом Вы можете Очень даже Неплохо Прокачать свой Кругозор Какие-то направления И уже более-менее Ориентироваться Вы намного увереннее Будете смотреться На собеседованиях Потому что К вам придет Какой-то специалист Начнет что-то говорить И вы сможете Поддерживать с ним Диалог на его языке Понимаете Это как Если вы идете В офис В банк Или в какую-то там Бюрократическую организацию Типа полиции Вы можете Одеть пиджак Галстук И вы будете Похожи на Человека Который проводит С вами интервью Так и с айтишниками Только мы тут Все ходим в байках Кличных рубашках Ха-ха-ха Но мы можем прийти И поддерживать Диалог лексикой И вот лексика Как раз Язык На котором мы общаемся Он и устанавливает Контакт Меня с вами Вас С другим человеком И это дает вам доверие Чем больше вы знаете Лексики Тем более доверительно Есть старый проект Который тоже Ну Он заслуживает Внимания Потому что Добрый Качественный Постоянно выпускается Можете откатиться На пару лет назад И начать там Вот Называется Radio T Ребята обсуждают Тоже разные штучки Они достаточно опытные Обсуждают Каждое там Какое-то время И плюс Затрагивают темы Технологии Новинки Вы более-менее Остаетесь в тренде Да То есть Одно дело Вы сами сидите Ковыряете интернет Ищите новости Все читаете Но где вам найти время Ну а тут По дороге в метро Туда-сюда На работу С работы В универ С универа Неважно То есть вы постоянно Можете прокачивать Как минимум Лексику Я в свое время Смотрел Вот Railcast И они мне Очень сильно Помогли В прокачивании Понимания Бэкэнда Потому что тут Очень много Различных задач Такие как Батчапи И Такие Перформанс Тестинг И бла-бла-бла Ну и плюс Вот есть там Авторизация Бэкграунд Джобы Кэшинг Ну какие-то темы Большие топики В принципе Я уверен Что если брать Название отсюда И копировать И вставлять В Google В YouTube Можно очень много Чего найти Но для меня Это была хорошая дорога Я просто смотрел Самое главное Что здесь было Это прикрепленный код Который Ну на Ruby Да Ну как бы Все же знают Ruby Вот И Я просто его читал И дополнительно Пытался сам Что-то подобное Сделать В свободное время Вот И это мне Очень сильно Позволяло двигаться То есть я по дороге Туда-сюда Смотрел ролики Приезжал домой Открывал тот же самый ролик Смотрел второй раз И пытался сам Что-то повторить Ну и где-то Мне заняло Полгода Я просмотрел все И многому научился И эти знания Мне пригодились Вообще Я начинал Вообще Все свое Ужасную Айтишную Карьеру С джумала Курсов От ППО Да Представляете Раньше вот Учил ПХП Был ПХПшником Но сейчас У нас есть выбор Да На Ютубе Очень много Неплохих Ютуберов То есть Есть некий Женя Андриканич Вот Который Рассказывает Про фриланс Как круто Быть фрилансером Он же фрилансер Вот Все должны быть Фрилансером Вот Ну Отрезаясь от темы Я уверен Что и от него И от других Ютуберов Можно подчерпнуть Лексику То есть Вам не обязательно Сейчас смотреть Англоязычных Докладчиков И черпать от них Что-то И бросать Мажорные Крутые Английские Термины Типа там АП АЯКС Реквест Да Это уже Не так классно То есть Ваша речь Не становится Чище И круче Для того Что вы будете Закидываться Англоэцизмами Неважно Попытался Поумничать Суть в том Что Вам На мой взгляд Неплохо Расширять лексику А лексику Хорошо расширяют Всякие подкасты Просто вы слушаете И голова Так или иначе Такая Ага Так Это я не знаю Но я уже Пять раз слышал В этом контексте Значит что-то полезное Вот у Ягандекса Есть неплохая подборка Но тут только Русские Подкасты Которые выходят в России Вот Поэтому Не совсем Ну Таким подборкам Не очень можно доверять Но я Себе отобрал Те Про которых я слышал Что это такое Ясно В общем Посмотрите Frontend Weekend Ребята стараются Веб-стандарты Старая штука Но тоже ребята стараются Про веб И веб Frontend Weekend Немножко лучше Девшахту Обязательно Frontend Юность Обязательно Да То есть Подпишитесь на те Которые вам кажутся Интересными Ну и дальше Я еще тут видел Пару прикольных Подкастов Суровый Веб Забавно Да Ну И вот Так И Как только вы Начнете пробовать Слушать Туда-сюда Подкасты Не всем подходят Это формат Не для всех Но либо подкасты Либо смотрите Ленту новостей Как я говорил Лучше всего Ленту смотреть В Твиттере Но Твиттер Сейчас не такой Популярный Как ТикТок Да Для стариков Как раньше Форумы Но Найдите себе Канал Чтобы постоянно Обогащать Себя Лексикой Медиум Твиттер Что-нибудь Общайтесь С друзьями Общайтесь Вот Но Если вдруг Вы просто Читаете книжки Просто Кодите Дома Делаете Упражнения Это Необходимо Но это Будет Недостаточно Для построения Стремительной Карьеры Вверх Вот На этом у меня Все Побежал Надеюсь Немножко Закинул Новых идей Счастливенько Ставьте лайки Жмите колокол Проявите активность В комментариях Мне приятно Читать Какие-нибудь Плюсы Минусы Или Новые темы Всем пока